К домашнему образованию отношусь к скептическим. Я знаю, что Светов очень любит это дело, но я не считаю, что домашнее образование – это панацея, потому что здесь дело не в этатизме, общественное образование, оно появилось без государства, задолго до государства. И, по сути, государство свою систему общественного образования создавало на основе национализации общественного образования, которое без государства существовало. То есть это очень важно. Если вам говорят, что домашнее образование – это некая антитеза государственного образования, это неправда, потому что исторически, опять же, чтобы понять сущность вещей, нужно смотреть на бэкграунд всех этих вещей. Историческое образование общественное, оно появилось очень давно, и еще с Древней Греции было, и в средние века были университеты, импримы на старях школы. Никакого этатизма государства в то время еще не было, а такое общественное образование уже было, в том числе бесплатное, кстати. Но по-настоящему бесплатно, не за счет многоплательщиков. Поэтому к домашнему образованию оно может дополнять, но оно не может полностью заменить, поскольку в образовании, когда ребенок учится с другими детьми, он не просто, да, получить какие-то знания вы можете и дома, но там также опыт социализации происходит. И при этом я не говорю, что те, кто не учился в школе, у него будут какие-то проблемы социализации, это вовсе не обязательно. Но там происходит опыт социализации, плюс ребенок приобщается к такому явлению, как конкуренция. Вот конкуренция очень важна. В школе есть конкуренция между детьми, в том числе за оценки, в том числе перед одноклассниками, они учатся конкурировать. Конкуренция должна быть в нашей жизни, это очень важное явление. И человек, который рос вне конкурентных условий, он вырастает скорее каким-то эгоистом и тираном. То есть он не способен понимать чужое мнение, не способен нормально реагировать на какую-то критику и так далее. Это очень важно, это то, что дается именно в образовательной среде, когда вокруг тебя такие же, как ты, твои товарищи и так далее. И противники тоже. Вот что дает школа, чего не может дать домашнее образование. Хорошо. Школа не выпускает послушных терпил. Я вот не замечаю, чтобы... Скажем, я смотрю на, в том числе, вас, своих зрителей. Я думаю, что многие из моих зрителей, наверное, все, большинство, они уже школу закончили. Но я не вижу среди вас каких-то послушных терпил. Значит, этот тезис, он неверен. Так и погрешность, она везде есть. Ну, то есть люди в целом в большинстве своем не хотят командовать, они хотят подчиняться. В большинстве своем так и есть. Независимо от того, где человек получит образование. Есть лидеры, есть пассионарии, есть те, кто следует, соответственно, течения реки. Как идет, так они и плывут. И это нормальная ситуация, потому что должно быть руководство, должны быть люди, которые двигают всех остальных. А остальные просто исполняют то, что им говорят. Они могут при этом исполнять очень хорошо, быть прекрасными специалистами и не хотеть командовать. И это нормально. Это не унизительно, это не проблема. Это как раз очень хорошее устройство общества. Потому что если все будут лидерами, будет примерно как в координационном совете оппозиции. Примерно так все закончится. Нет, переход в следующий класс зависит не столько от возраста, сколько от успеваемости. Потому что если успеваемость плохая, ты можешь не перейти. Ты можешь остаться на второй год или можешь вылезти со школы. Но меня не учили, кажется, ни за что в моей школе. Я учился в трех школах. Нигде про покаяние за то, что у нас... Нигде про критику власти ничего этого не было. То есть то, что есть сейчас в российских школах, да, ну так смотрите, я же не про государственные школы говорил. Я говорил про школы вообще. Я не говорю про государственные школы, которые сейчас существуют в России. Прошу меня услышать все-таки. Здесь есть разница. Здесь есть существенная разница. Но я очень... Я не настолько старый. Я пошел в первый класс в 95-м году. Закончил я школу, считай, когда, я уже не помню, в 2005-м году. То есть еще первые нулевые... Ну да, тогда была свобода, согласен. Но это все равно же были государственные школы, так или иначе. То есть они могут быть другими, общественные школы или государственные школы, они могут быть другими. То есть то, что сейчас, это не некий универсальный... Это не некая мерила, да, по которому вы должны судить абсолютно обо всем.